здравствуйте друзья у меня есть примерно полчасика фиаленка привет примерно полчасика потом я пойду мыть волосы и делать маникюр мой любимый салон здесь по соседству красный яблок называется привет привет мои дорогие подсоединяйтесь я как всегда со своими бриллиантами на голове кстати сейчас смотрите появилась какая-то новая функция я могу открыть вопросы что вы писали вопрос-ответ задайте мне вопрос привет я так как всегда неизменно сбили бриллиант вот и не знаю вы видеться они на экран или только мне будет видно можно попробовать можно попробовать обязательно сохраню эфир конечно вот и отвечу на все вопросы на которые не успеваю ответить и заодно вы сможете увидеть чем не пишут кстати помада я сегодня тестирую новую косметику знаете как называется очень смешно сейчас я вам скажу вы по-любому запомните вот помадки помада и тональник и база под макияж я кстати смотрела думала что не мой оттенок оказывается клёво села называется смотрите вот название подождите красненько мне несколько оттенков привезли называется мага рус а магрус магрус как будто у меня есть два друга мага и русский вот вместе они создали эту помаду магрус или магрус не знаю как правильно вот обожаю тестировать конечно все новенькое спасибо большое за то что выгляжу супер я только накрасилась намазалась и скоро соберусь поход смотрите накрасилась у меня ресницы снизу это для меня непривычная история комки бешат смотрите значит ну вот они видите проваливаются щеки я сейчас не в самых худых своих временах но если удаляются комки бешат у лицо у вас сто процентов всегда будет худое оренбург гости приезжай да я бы с удовольствием привет ну ты прелесть так приднестровье привет я очень хорошо очень хочу пообщаться с вами давайте хотите почитаем вопросы вопросы или обсудим что-нибудь из вами предложенной новой темы вот потому что я по приветик приветик всем кто присоединился донской команда наверное не знаю чем я пью витаминки очень хорошие фольглая кислота она для всех возрастов не кажется полезна вот фолик 400 миллиграмм и рекомендую пить рыбий жир в капсулах очень хорошо себя чувствую сразу когда в а какие у вас юли отношения после программы на самом деле о это было давно как говорится за царя панька колыбуши была земля тонка мы давно помирились но я вам хочу сказать что передача это форсаж знаете вот смотрела юлин прямой эфир юлечка я хочу тебя поздравить наконец-то ты выбралась прямой эфир молодец вот глаза у меня кажется такие большие я аж не ожидал читала что многие там из вас пишут что я не могу даю ли доехать и сплю полдня это правда это правда именно поэтому я такая улыбашка всегда в хорошем настроении потому что сплю пока как говорится не вытащит говорят что после комков без шанс возрастом щеки проваливаются как вы думаете стоит ли их удалять ну вот такой вот эффект и может кожа здесь становится достаточно тонко и могут поползти так называемые брыли но если вы следите за своим лицом делать маски и массажи для лица тоже очень хорошая тонусная штука на навряд ли у вас прям все так я не узбечка помоги сейчас ты же сестра не стыдно совершенно не стыдно я считаю что семья каждого это ответственность только наша я в этих делах не помощник и абсолютно неопытная не как нянька более того я живу на расстоянии 62 телефон садится если вам кажется что это удобно ездить каждый день пожалуйста катайтесь как говорится флаг вам в руки я уже ответила полагалова нравится не знаю совершенно что за человек внешне красотка я считаю что мы как-то на клипе у бузовой виделись когда снимали на доме 2 вот кофточка такая очень клёвая кстати ей уже тут желтый свет у меня и почти год этой кофточки я приобрета приобрела в казани когда мы ездили когда-то на гастроли в казань это был да наверно зима прошлый год похоже на восточную прицессу я просто накрасилась так брови хорошо намазала глаза губы километр за свой контур как я люблю ну июля также не будет ездить кати когда она родит сидеть я кстати ни от кого ничего не прошу я считаю что нужно ну если ты рожаешь одного ребенка значит ты соизмеряешь свои силы если ты рожаешь больше детей значит ты рассчитываешь на себя они на всех родственников июля соответственно тоже от меня ничего не требует и она рассчитывает на себя на себя это вам тут больше всех надо чтобы я туда каталась по ходу приезжая в одессу погуляем я кстати в инстаграме обнаружила своих соседок из одессы была очень приятно удивлена у меня дочка хочет стать меделем поможете не знаю что такое медель мигелем может быть тут я бессильно это точно правду сказал молодец почему нет такого фильтра вам нужно подписаться на певицу риану знаете у нее ник bad girl lady раньше красиво было сейчас ужасно и ну как говорится всем а я не доллар что всем нравится поэтому вам не нравится я довольна тигран гуляет налево присылать фотки посмотрим с вами обсудим вот надеюсь что вы не пиздоболка привет как всегда хорошо спасибо большое какой фильм посоветуйте для расслабления для расслабления знаете вот на самом деле если вы хотите пореветь посмотрите фильм дневник памяти я ревела как будто бы я фонтан если честно он очень трогательный такой чуткий писали тебе из дома 2 если вы про участников постоянно с кем-то переписываемся я общаюсь с участниками вот кстати видела юлины фиры она говорила что домовские общаются только ради взаимопиара безусловно есть и такие меня даже иногда очень вымораживает когда просят эту историю да слушай ты приди там пост выставит это неприятно но есть и нормальные люди которые просто дружат ради улыбки ради приятного слова ура ты в эфире ура калининград привет 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 из украины привет вам так уж когда ты ведущей уже станешь я не видела просто сделали голосование на сайте или нет почему игнорируешь вопросы про брата расскажи о нем брат старше на 12 лет я не общаюсь потому что он живет в украине и ну как то не знаю мы долгое время не общались в сложные времена соответственно не было возможности на него положиться и у него попросить помощи и как-то вот привыкли наверное все сами и сами и я у меня как-то не сложилось понимание что я должна названивать брат так вот может быть это мерзко но как тебе лиза триадофилиди триадофилиди по-моему у нее фамилия красивая очень девочка не знаю опять же таки лично не знакома не знаю какие качества характера так кать скажи не стыдно за общение с токаревой наверно просто видела видеоролик про наверное просто недавно да мне этим видео роликом замусорили весь директ нет не стыдно мы на тот момент очень конфликтовали и катя токарева из тех кому палец в рот не клади говорила очень мерзкие вещи поэтому я считаю что я очень лояльно обсмеяла ее недостатки хотя это наверное не очень правильно но на тот момент мне было весело и смешно точно так же как и тем людям которые сейчас присылают мне в директ это видео и смеются для того чтобы не задевали твои внешние недостатки какие-то пороки да нужно вести себя более-менее корректно а когда у человека нет рамок корректности да на чем мы говорим человек свинцеславом жил тогда соответственно ну приходится вот с ней на ее же языке так как относишься к семьям без детей как относишься к семьям без детей ну вот я считаю семья без детей я считаю что это нормально и всему свое время ужасная программа была про тиграну июлю ой вы так любите может через пять лет тоже вспомните эфир серьезно или вы с тех пор не выговорились пытаетесь тут не буду читать эти сообщения правда мне не интересно ну-ка бегом в спортзал Олежа опять будет ругать Олежа кстати очень лояльный тренер и мне если честно извините ой трубочка так как блестит мне если честно даже очень стыдно когда я прогуливаю но сейчас я просто по состоянию здоровья не хожу в спортзал вот Алиана Мамаева кто это в личку отправляйте фото только не свои голые гениталии что-то интересное и предложение по рекламе я обязательно с вами посотрудничаю мне кажется что тигран настаивает на родах мне кажется сама Юля не стала выражать третьего как считаешь ну что за бред вы помните вообще какой у нас характер с сестрой разве нас можно к чему-то принудить оставить ну что там полюбовно все соответственно ну подписалась на Ариану а диадему как получить вот вы подписались на Ариану и заходите в сторис там я не знаю в прямой эфир и у вас появится камушек это и есть ваша диадема Катя как же заебали вас наверное с этими детьми боже что за люди нет на самом деле я привыкла спокойно отношусь меня больше подбешивают те кто вспоминает эфир детектора ну которые понятно высосаны из пальца ребят ну вы что такие наивные про халявина это кофеек через трубочку все как в проектные времена я кстати рекомендую если вы отбеливаете зубы чтобы они дольше оставались белыми и хотите черный кофе темный пить и через трубочку как думаешь почему начали раскручивать бузову как певицу поступали ли вам предложения спасибо мне вот именно не поступало предложение здравствуйте я продюсер я хочу продвигать вас как певицу вот бузову начали раскручивать потому что она на пике популярности медийная и очень работоспособная это знаете как нам в муз училище всегда говорили что труд это 90 процентов таланта понимаете этим все сказано Катя вы с Юлей хорошо общаетесь да конечно любишь дома быть одной люблю я одной люблю не одной я такой человек который не скучает на крайняк я не знаю могу сесть поиграть на пианино порисовать у меня к тому же всегда есть вы что за название честно ненавижу службу СДЭК они звонят миллиард раз и не могут мне просто дать менеджера живого а не робота этого галимого и договориться когда они мне курьера пришлют позвонят и там тишина как будто дроча какие-то извините ты больше работоспособна нет на самом деле я не собираюсь погружать себя в адское знаете вот это веретено бессонных ночей я себя жалею конечно я живу в свое удовольствие может быть у меня голос сильный да слух слух хороший да с Пригожиным мы когда пришли на встречу с Пригожиным он сказал что нужно записать альбом и приехать показаться и вот я записала альбом но на тот момент когда нужно было бы уже приехать и показать всю эту историю мы побили горшки с Сашей ветром и потом вся эта история заглохла вот и я в принципе подумала что наверное это не простой хлеб на самом деле те кто гастролирует они понимают о чем я говорю видела фотку себя испорченную интернетом с Юлей нет не видела расскажи про свою лучшую подругу если она есть с кем прям дружишь я очень долго дружила с девочкой одной это подруга моего бывшего мужа вот она очень хорошая девочка верная но с моей точки зрения последний момент ну последнее время началось знаете такое тяготение к жалобам к нытью такому ну не в обиду я не со зла это говорю и я поняла что так энергетика таких людей несмотря на их верность и доброту тянет меня дико вниз поэтому мне пришлось разорвать с ней отношения а так у меня на данный момент есть приятельницы приятные подружки но самая близкая моя подруга навсегда будет моя сестра и извините и на данный момент самый близкий мой человек это мой молодой человек не хочешь принять участие в шоу песни думаю тебе точно туда нужно я уже говорила кстати относительно этого шоу во-первых мне кажется там по возрасту все-таки надо быть помоложе потому что заключают потом с тобой контракт ну от пяти до семи лет да представьте мне сейчас 30 закончу я всю эту эпопею в 35 или в 37 ну наверное я в 33 уже хотела бы родить ребенка понимаете о чем я поэтому мне это тоже не очень-то выгодно у меня нет домашних животных вместо домашних животных у меня вот такие милые тапочки смотрите которые я недавно купила вот эти вот котики спящие вот больше больше я пока что не могу себе позволить потому что все-таки блондинка тебе лучше и ярче ну наверное вы с термином немножко ошиблись все-таки ярче всегда были брюнетки вот а блондинка конечно же это моя слабость выражаю уважение тебе за то что самой верной подругой считаешь сестренку спасибо ну мы родились уже изначально близкими да у меня есть музыкальное образование я дирижер духового оркестра флитистка исполнитель сольный мы вчера на вороне видели котика спящего да да это вот мы в последнее время приобрели для телекосмотрения более комфортного и видите там каждому из нас по котику здравствуйте подскажите пожалуйста крем хороший для лица я могу быстренько показать вам чем я пользуюсь меня например очень устраивает эта история вот такие такая фирма питерские по моему прима у них очень хороший аромат и кстати для сужения пор я купила вот это у них очень хороший аромат и текстура есть совершенно легкая текстура для сухой кожи она вот это что я вам показываю это более жирненький такой крем но у меня очень сухая кожа мне нужно жирный крем ты читаешь вопросы только которые интересны тебе естественно а как же еще как убрать мешки под глазами их можно либо заколоть либо если сильно большие мешки нужно делать блефоропластику это хирургическое вмешательство это безумно красивое и умное редкое сочетание в наше время спасибо большое пила жиросжигатель помогает в свое время когда были усиленные тренировки я пила жиросжигатель очень жесткий прям просушилась от него нереально а как же он назывался даже не вспомню это просто очень давно было где заколоть мешки в спб а вот кстати девочка у меня есть янчик смайл она приезжает в спб и в москве принимает поэтому и закалывает клево кстати мешки вот смотрите я у нее закалывала видите мне совершенно нет вот этой вот истории поэтому я все-таки с большим удовольствием рекомендую цены у нее приемлемы как убрать темные круги под глазами спать мне кажется больше спать нужно если не высыпаетесь масочки под глазки какие-то делать вспомни железжигатель опомнись как я могу вспомнить но не помню я его губы сегодня окрасила помадой от новой фирмы Magrus сегодня я ее тестировала ну я выложу пост прикольная да помада она как будто бы кораллового цвета плесная ну я выложу в сториз девочку которой рекомендую вам и губы делать и закалывать мешки давайте почитаем вопросы так без вопроса просто не могу налюбоваться носик темный волос спасибо большое элечка либерман ой тут палево да кто пишет а ну-ка скажите а вы видите на экран вам тоже выводится вопрос или нет отпишите мне отпишите пожалуйста мне скоро надо будет бежать в салон а то я опоздаю я начинаю переживать тени тени снизу я только снизу подвела тенями в этот раз это значит коррекция коррекция пост уже выкладывала таблетки да выводится на экран вам да видите вот давайте давайте читать смотрите значит элечка либерман была в ростове была на гастролях так у тебя по пять проблемы с носом извини за вопрос нет у меня нет проблем с носом с юлей почему редко общаешься я вот сегодня с ней разговаривала сегодня первый раз увидела эфир юля ты добрее красота ну я на самом деле не в восторге от таких сообщений мне кажется что это некорректно но я могу сказать что юля она не высыпается сейчас маленьким ребенком понятное дело почему так похорошела спасибо вам большое какая основная категория у морозова сделать нос пишите ему пожалуйста зависит от того первичка или вторичка где купить салатовую шапку я под постом на аккумулятор садится шафран называется ребята так где можно купить белую юбку горошек водолазку что на фото это магазин топ топ у меня тоже есть пост поищите у тебя вес 53 ты выглядишь такой худенькой у меня 49 ну на самом деле благодаря тому же Олежке моему тренеру у меня просто мышечная масса хорошая поэтому я вешу весь все немало каких отношений к старшим братам я уже отвечала на этот вопрос сегодня в эфире когда владельцы таташи после съемок программы на самом деле тоже уже отвечала вы жили в Краснодаре да жили добрый день почему ваши дороги с бывшим мужем разошлись я очень смешно ответила на это в сторис и кстати он молодец Никита молодец что ты не обижаешься какая ваша мечта только честно быть вечно молодой сказочно богатый счастливой любимой любящий вот так как нос дышит отлично скажи лист цвет волос номер фирма ребята мне делают коктейль наносит на волосы коктейль из разных цветов поэтому я на этот вопрос никогда не смогу ответить пожалуйста не обижайтесь у меня нет ответа хочешь трех сына вера бдить как Юлька опять вот с этим Юлька нет не хочу не хочу суеверная в меру так очень милая девушка спасибо большое мамочка наша умерла в 2010 году от рака груди вот поэтому такой не очень приятный для меня вопрос конечно но коль уж мы здесь я для себя друг как ты похудела подскажи вот такие вот вопросы детей охота родить я тоже на это ответила это смешно так мешки под глазами я ответила рада теперь угодила подписчикам своей внешности рада что теперь угодила подписчикам да я же не подписчикам то угождала а себе любимой какие планы год целиль как убрать не ешьте мазик и правильно питайтесь пейте больше водички нет не подали на визу потому что на финляндию не будем подавать это будет либо франция либо испания если достигла все о чем мечтала и поняла что это не то с чего начинать на самом деле это страшный вопрос наверное я вот как раз у нас минус 13 сегодня градусов я вот как раз читаю книг где написано о том что люди несутся в погоне за какими-то своими делами но в итоге они понимают что они не чувствуют себя счастливыми я из финляндии приезжаю не пожалеешь вот как раз таки нам сказали что нужно пригласительное из финляндии чтобы визу ускорили здравствуйте конечно хочу свою квартиру но знаете вот не три на три квадрата где-нибудь рядом с оленями деда мороза все-таки в москве так кем я работаю я отвечала уже про все абсолютно мои источники дохода это было в прошлом эфире ты умная молодец спасибо большое правильно да приглашение надо да из в общем стороны куда нужна виза а так они сказали что только бизнес поездки могут ускорить ну одним словом щимят туристов потому что все ломанулись какая ты хорошенькая спасибо большое у вас есть записаны песни конечно конечно есть вы можете зайти в itunes и просто вбить Екатерина Кули с Неченкова и там будут мои песни мои любимые песни баню не очень-то люблю потому что мне жарко хочется убежать оттуда у меня есть сейчас отношения и кстати у меня спрашивали когда покажешь своего молодого человека и я буду показывать своего молодого человека только после того как Юля моя сестра покажет баграта своего младшего сына а пока не покажет баграта я не покажу своего ни-ни вот такая тема кофе пью да всем привет кто присоединился инвестируешь куда-нибудь средства ну в себя ребят времени сколько денег в среднем тратишь в месяц ну это не стандартный вопрос у меня просто такой момент что много очень бартерной истории и соответственно я могу в принципе ничего не тратить но естественно я трачу я покупаю себе вещи несмотря на то что очень много клевых вещей по рекламе шлют и шлют прям целыми кучами так покажи сердечком на лице какие минусы можешь сказать про себя не самое мое любимое занятие конечно говорить про минусы вот я видела мельком почему именно так про парня твоего ну просто я так решила пока Юля покажет может поменяешь парня да нет что вы времена суровых кастингов уже позади колесик привет 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 очень люблю кушать сочные фрукты обожаю мясо обожаю просто стейки сочные вот вчера мы были на даниловском рынке и я с кайфом поела пельмешки с картошкой и грибами почему решила перекрасить ну очень много раз отвечала на этот вопрос мои хорошие сожгли мне волосы мои так бы я еще ходила блондой да плохо читайте очень работайте над этим слава богу что вы написали а то же без вас я как никто же не понял что я читаю по слогам на каком месте в твоей жизни деньги на одном из первых я считаю что как ни крути но без бабок можете лицемерить не лицемерить но счастья не будет понятно что деньги это не всегда счастье но без денег ну не знаю клевые вы твоя сестра недавно помогла мне принять важное решение в жизни благодарна ей ой так приятно Юлечка у меня вообще очень мудрая вот но она с позиции Юлюшок привет читаю книгу сейчас одну очень клевую которая просто налаживает мышление и сознание называется сила подсознания Джо Диспенза я очень рекомендую вам к прочтению особенно тем у кого жизнь состоит из страданий каких-то говно событий голос приятный опять звонят бесит меня просто просто бесят без денег счастья нет да знаете деньги для мужчины это все-таки его статус и какая-то самореализация потому что если мужчина без денег соответственно он полон комплексов и наверное что-то пошло у него не так Кать почему романец называют шмонькой первый раз такое слышу какое дурацкое слово ну что значит шмонька вообще это кличка собачки или что это как развить речь больше читать наверное ты считаешь а как считаешь чем вы очень похожи с сестрой ну во-первых своим акцентом да так так кто там мне пишет как ты моя родная так приятно вот ну соответственно похоже строением головы лица волос голосом тембром голоса покажи себя без фильтра без одежды себя не показать с бутовой общаетесь кто такая бутова это что бандитка так какая снизу книга скажи еще раз книга смотрите у меня сохранена она в актуальных сила подсознания Джо Диспенза так и называется не знаю вот ее так называют сила подсознания у меня сохранено вся эта история вот эту про книгу в актуальных сколько время скажите пожалуйста а то меня тут не видно пока я с вами в эфире я очень боюсь опоздать потому что если честно я мерзко себя чувствую когда опаздываю ты такая клёвая я тебя люблю спасибо большое я читаю похожую книгу подсознание может все ну скажите эти книги прикольные ты ко мне на концерт идешь Илюш когда твой концерт какой объем ресниц ты делаешь я всегда делаю 3D 1557 аааа мне надо вызвать такси быстро ехать потому что мне к 4м уже 16 люди 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 не пугайте меня все я побежала я рада была вас видеть может тебя где-то увидеть в москве с 1 по 4 января я надеюсь что я улечу именно на эти даты я хотела свалить либо в Финляндию либо в ну наверное куда-нибудь ну точно не во Францию там сейчас как говорится весело но не для нас вы про что про транссерфинг транссерфинг тоже хорошая книга но я про другую книгу скажи сережки пожалуйста все мне надо бежать ребят пока спасибо что были со мной пока